Всем привет, ребята! Я очень рада вас видеть на моем канале, с вами Карина, и сегодня будет видео о двух больших посылках. Одна посылка огромная с сайта Romwe, и вторая посылка с российского сайта. Я точила это все от бабушки, и у меня это все уменьшилось вот в такую сумку огромную, так что вещей будет много. И в этой части видео я вам покажу различную домашнюю одежду, свитшоты и свитера, которые я заказывала также и на подарок. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, конечно же, я буду вставлять фотки, как это выглядело на сайте и что пришло в итоге. Давайте откроем эту огромную сумку, буду показывать все в хаотичном порядке. То, что будет у меня сразу под рукой, то и будет первым. И первая мне попадается куртка с сайта Romwe, которую я заказывала для того, чтобы гулять потом с малышкой и вообще с детками на улице со спортивным костюмом. Куртка мне очень понравилась, правда, мужу она не понравилась почему-то из-за цвета, хотя мне кажется, что мне подходит такой именно холодный оттенок. Она очень-очень-очень мягкая, очень теплая внутри, посмотрите, какая она плюшевая. Плюс у нее, там есть как будто бы такая прослойка с индипоном. Капюшончик у нее не снимается. Немножечко она укороченная. Два кармашка и здесь просто на молнии. Там, по-моему, несколько было цветов. Она очень легкая, очень мягкая, комфортная. То есть, если сравнивать ее с паркой, которую я заказывала тоже для такого кэжуал-образа, то парка, она гораздо-гораздо тяжелее, а это просто как пушинка. Поэтому просто обычная самая курточка кэжуал. Вот так вот она выглядит в застегнутом виде. Ничего особенного, но и ничего ужасного в ней я тоже не вижу. Никаких ниток, никакого, кстати, неприятного запаха. Если сравнивать с моей прошлой посылкой сайтером, где вещи пахли неприятно, и я их сразу отправляла в стирку, то здесь запах обычный, обычной одежды. Следующее мне попадаются спортивные костюмы. По поводу этих спортивных костюмов могу сказать, что у меня был серенький. Я как-то показывала, помните, с целующимися Микки Маусами. Это тоже из такой же примерно серии, которые внутри у них такая как флисовая немножко проскойка. Здесь, конечно, много синтетики, но тем не менее они теплые. И на этих костюмах, хочу сказать, уже после такой долгой носки похожего костюма образовывается много катышек. Поэтому для меня, наверное, это все-таки костюмчики одногодки. То есть год поносил и выбросил, потому что все покрывается катышками. Очень-очень красивый цвет. Я мечтаю о таком примерно цвете стен в спальне. И сразу могу отметить, что вот эти вот штучки, они как из той серии, когда после стирки вот это все начинает облупливаться. Однозначно это будет все потом обдираться, облазить. Но на один год вполне подойдет. Такой красивый, красивого цвета костюмчик, штанишки. И вот такой вот верх. Почему-то надпись Pink. Даже какие-то странные леопарды. Но это тоже все облезет однозначно. Так что вот такой костюмчик-одногодка. Будем называть это так. И с такой же ткани, абсолютно с такими же проблемами. Вот такой белый костюмчик. Тоже это все будет со временем облазить однозначно. И такие же белые штанишки. Идем дальше. Дальше мне попадается такой смешной свитер, который я скорее всего носить не буду, потому что он на ощупь как вата. И у меня рука как будто бы после него скрипит. Странный такой свитерочек. Похож на барашку. Мне прям хочется из него сделать какой-то органайзер. Честно говоря, у меня сразу такие идеи. И здесь Симпсоны. Точнее один из Симпсонов. Забыла как его зовут, этого мальчика. Дальше это тоже с Ромви. Дальше мне попадается еще один спортивный костюм. Это уже а-ля Джуси Кутюр. Он идет велюровый. Кстати, приятный на ощупь вот эти единственные ленточки распускаются. Их нужно будет подпалить спичками. А так хорошие штанишки, косые кармашки глубокие. О, и карманчик с огромной дырой. Кстати, я даже не обратила внимания. Ну а так, в принципе, нормальные штанишки, кстати, достаточно длинные. Опять же, вот эти все рисунки, они будут облазить, потому что они такие как наклейки. И вот такая вот кофточка, она немного укороченная. И сзади, посмотрите, у нее здесь будет открыта спина. И на завязках она завязывается, таких кислотных вырвиглаз. Опять же, это все облупится. Ну, пока выглядит, конечно, так вот, достаточно мило. Думаю, дома будет красиво смотреться такой костюмчик. Мне очень нравится вырез такой глубокий, лодочкой. Следующий свитшот с сайта Romweo, с такими вот оленями милыми. Мне кажется, очень такой красивый, симпатичный. И ткань у него как у вот этих вот костюмов. То есть много синтетики, и внутри у него вот эта такая флисовая теплая ткань. Я еще с пузенышем даже вполне влажу в этот свитшот. Назовем это так. Мне он очень понравился. Так, дальше. Смешная вещь. Это из разряда ожидания реальность, потому что я ожидала леггинсы, и они выглядели такими именно теплыми. Тоже такими, как немножко байковыми на картинке. На самом деле это такая синтетика-синтетика, и очень они короткие. Посмотрите. То есть это бриджики. Я их сразу кому-нибудь сейчас сбагрю. Отдам маме. Пусть она уже кому-нибудь передаст. Потому что я не буду носить такие бриджики. Да, кстати, мне тут еще попадаются пара вещей с сайта Shein. Потому что я все свитера сложила в эту. Это свитер, в котором я встречала Новый год. Очень он мне понравился. Единственное, к нему прилипают все волосы, которые слетают с головы. И почему-то собираются в области подмышек. Прям такие пучки потом достаешь. Очень странно все это выглядит. Свитер очень мягкий, очень теплый. Мне нравится, что он такой оверсайз. То есть свободный такой у него крой. И я с удовольствием встречала с ним Новый год. Очень красиво получается на фотографиях с таким свитером. Так что я очень им осталась довольна. Это свитер с сайта Shein. И второй свитер с сайта Shein. Он имеет такую укороченную модельку. Хотя на сайте это было незаметно. То есть он выглядел просто свитер и свитер. Тоже очень тепленький, очень уютный. И такая красивая снежинка. Чем-то он похож на вот этот вот мой свитерочек. Тоже хороший свитер. Тоже мне очень понравился. Еще один новогодний свитер с сайта Romwe оказался просто невероятно теплым. У него такая, знаете, двойная вязка. То есть и с одной стороны, и со второй стороны. Наверное, самый теплый свитер вообще в моем арсенале. Такая забавная елочка. Очень приятный, мягкий на ощупь. И вот когда мы катались на санках, колбасились там в парке, я была в этом свитере и ничуть вообще не замерзла. Потому что он очень невероятно теплый. Правда, я с животом и в этом свитере выгляжу вообще как тетенька необъятных размеров. Но, тем не менее, свитер отличный. Буду с удовольствием его доставать в зимний период каждый раз и согреваться с чашечкой кофе. Мне кажется, очень тоже хорошо и на фотографиях будет смотреться. Понравился этот свитер очень. И последний свитшот сайта Ромви мне тоже очень понравился. Опять же, у него такая же ткань, как вот на этих костюмчиках, чтобы не повторяться. И вот такие вот у него рожицы, иконки. У них есть какое-то свое название, я забыла, как они называются. Но тоже очень симпатичный такой свитшот. Для меня, девчонки, это вся одежда преимущественно для дома. То есть я такое ношу в основном дома. Ну и куда-то, если выйти погулять с ребенком, недалеко. И на дне сумки у меня осталась посылка с другого сайта, с российского сайта. И здесь свитшоты я уже заказывала больше на подарок. Вот этот свитшот я заказывала в размере S. У него тоже внутри такое, как флисовое покрытие. То есть очень уютно, которое к телу прилегает, согревает. На этом сайте очень-очень было много различных вариаций именно свитшотов. И я подумала, почему бы не выбрать на подарок девчонок. Сзади он белый, внизу резиночка, видите. Здесь тоже резиночки. Была вставлена карточка с предупреждением, что стирать эти свитшоты нужно только ручной стиркой и на 30 градусов. Встав ткани я подпишу где-нибудь здесь на видео. Или же в инфобоксе, где будут ссылки на эти свитшоты. Мне кажется, что такой отличный тоже новогодний зимний принт. Надеюсь, что девочке понравится, который он отправится. Этот свитшот вы уже видели во влоге на мне. Я тоже под елочкой вот так сидела в нем. Он, конечно, сейчас на мне облегает. Но и вообще сама моделька не оверсайз, то есть не такого свободного покроя. Чтобы был свободный покрой, наверное, нужно было брать на размер больше, даже на будущее с учетом. Этот я решила, как я уже сказала, оставить себе. Мне тоже очень нравится расцветка, очень красиво смотрится. Мне кажется, совершенно соответствует фотографиям на сайте. Этот свитшот я тоже решила подарить с таким красивым зимним городом. Тоже, мне кажется, будет отлично создавать новогоднюю атмосферу. Тоже сзади здесь их логотип CityStar. Я, как великая сладкоежка, не могла, конечно, пройти мимо вот такого свитшота. Он уже, кстати, более такого свободного кроя. И я бы, честно говоря, убрала бы вот эту надпись. То есть мне бы хотелось, чтобы без вот этой надписи был свитшот. Но, тем не менее, конечно, здесь много разных вкусных вкусностей. И принт здесь не только спереди, но и сзади. И последний свитшот, он отличается немножко моделька. Во-первых, здесь есть капюшончик, такой двойной, с веревочками. И здесь интересный рукавчик. То есть вы просовываете руку, и здесь есть также отверстие для пальчика. То есть некое такое подобие перчатки, да, без пальцев. Красиво это смотрится. И вообще сам свитшот мне понравился такой русской тематикой. Здесь матрешка, валенки, гармошка, балалайка, самовар, медведь. Даже водка есть где-то. Ну, такая патриотическая, скажем, толстовка. Но мне очень понравилось. Муж тоже заценил, ему тоже понравилось. Буду с удовольствием носить. Если сравнивать свитшот с этого сайта, могу отметить, что качество, конечно же, получше. Даже верхняя ткань чувствуется больше натуральной. Нитки, нежели, например, даже вот в этих свитшотах, в которых больше чувствуются синтетики. Все ссылки будут, как обычно, в инфобоксе. Спасибо огромное, девчонки, за ваше внимание. Ставьте пальчики вверх, если любите такие видео с обновками одежды. Впереди будет еще одна часть, где я покажу очень-очень удачные пальто, платья. И в то же самое время неудачные, которые, как говорится, ожидания и реальность совершенно не соответствуют друг другу. Подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель. И очень надеюсь, у вас есть в других своих видео. С вами была Карина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok